всем привет,сегодня сделаем флет на карпа,покажу рецепт уловистой каши к нему и разломим в снасть сгибаем листок от тетрадки вдвое и рисуем форму будущего флета,длину кормушка будет 70 мм,вырезаем,из пластика делаем шаблон на алюминиевом листе обводим по шаблону,вырезаем снимаем заусельцы делаем отверстие по углах крепим шурупами к пеньку внутри делаем небольшие засверливания по всей площади выставляем по уровню отмеряем 74 грамма свинца расплавляем и заливаем форму деревянной палочкой поправляем где не пролилось выравниваем плоскости на крупной наждачной бумаге отмеряем центр,круглым напильником делаем небольшое углубление понадобится палочка от конфет,кейпопсов или трубочка от шариковой ручки нагреваем проволоку и заводим трубочку примерно на 5 миллиметров затем немного подплавим край трубочки в него должен заходить вертлюжок и упираться в уступ крупной наждачной бумагой придаем шершавость на трубочке 5-минутной эпоксидной смолой крепим трубочку к грузилу далее понадобится пружинная нержавеющая проволока 1,2 миллиметра делаем каркас для кормушки с помощью маркера делаем полукруг с помощью маркера делаем полукруг на противоположном конце делаем такое же колечко периодически приставляем нагруз и проверяем берем трубу диаметром 22 миллиметра и делаем дугу вторую дугу сделали осталось последняя делаем ее как и первую с помощью колпачка маркера сгибаем дугу и так же на противоположном конце делаем петлю лишние откусываем ножницами по металлу откусываем ножницами по металлу примеряем помечаем места маркером для сверления кернем и сверлим отверстия далее будем чернить нержавейку в льняном масле опускаем каркас в масло и нагреваем под небольшим пламенем до первого дыма или огня и сразу же опускаем в масло таких процедур нужно повторить 20-30 раз,главное не перегреть,чтоб нержавейка не потеряла пружинные свойства ставим алюминиевые заклепки и крепим к грузилу на водоеме где есть речной песок с ракушкой набираем грунта,промываем и сушим замешаем апоксидную смолу и намазываем на свинец и сразу же посыпаем высушенной ракушкой толчащие ракушки немного прижимаем сверху еще можно покрыть прозрачной эпоксидной смолой тонким слоем,но это необязательно на липовом брусе обводим шаблон которым отливали грузила,вырезаем полукруглой стамеской выбираем углубление полукруглой стамеской выбираем углубление делаем небольшой пропил промазываем форму эпоксидной смолой затем при температуре 150 градусов прогреваем форму,чтоб смола хорошо пропиталась после высыхания зашкуриваем и наносим финальный слой отрезаем трубочку отступив один сантиметр при желании глянцевую поверхность можно сделать матовой с помощью простого песка отмеряем 70 сантиметров поводочного материала,пропускаем через флет кормушку и вяжем метлюжок задней части флета понадобится хороший крючок на карпа и поводочный материал проводим в ушко с тыльной стороны крючка и вяжем маленькую петельку подводим поводок так чтоб он был длиннее примерно на 5 мм от изгиба крючка и делаем 15 оборотов виток к витку наматываем до жала крючка за 4-5 оборотов обратно в кушку крючка второй конец поводка завожу с тыльной стороны крючка смачиваем и затягиваем отмеряем 10 сантиметров и делаем петлю узлом восьмерка отличная насадка на волос это искусственная плавающая кукуруза эту я покупал еще 2 года назад в алиэкспрессе ссылку оставлю в описании одеваю 3 кукурузки если используем 2 кукурузки искусственную и натуральную берем стопор поменьше если 3 то побольше еще нужно угрузить крючок маленькой дробинкой в 5 мм от ушка крючка правильно угружен волос должен установить крючок на жало но иногда карп предпочитает лежачую насадку при желании можно сделать петлю для второго поводка вес кукурузки вышел 91 грамм рецепт каши на карпа для флет кукурузки в кастрюлю наливаю 3 стакана воды пол чайной ложки соли пол чайной ложки соли столовую ложку с горкой меда доводим до кипения добавляем 1 стакан пшена пшено должно быть хорошего качества добавляем 1 столовую ложку паприки и стакан овсяных хлопьев в параллельно разогретую сковороду добавляем стакан семян конупли и жарим на среднем огне 5 минут постоянно перемешиваем семена конупли теперь стоит немного измельчить но не в пыль добавляем их в основную кашу общее время варки каши составляет 20 минут в конце добавляем 3 стакана жареной макухи каша на карпа для флет кормушки и донки готова в этом случае dunkley снаряд троянь пшено 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...